Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Променад Эдуард Мане, Музей изобразительных искусств Фудзи, Токио. Картина написана в парижской студии в 1880 году. Картина Променад, одна из работ Мане, созданная во время летнего пребывания в Бельвью. Через год после смерти Мане эта картина была продана на аукционе и куплена Жан-Батистовым Фором, оперным баритоном, который также коллекционировал работы Мане. Картина прошла через несколько рук известных западных коллекционеров. Сейчас она находится в коллекции Токийского художественного музея Фудзи. Говорят, что моделью для этой работы послужила мадам Гамби, которая была одной из посетительниц Мане во время его выздоровления. Согласно произведениям Адольфа Табарана, Мане и Сес, мадам Гамби была подругой мадам, которая поддерживала тесные отношения с семьей Мане. Говорят, что мадам Гамби также была родственницей художницы Берты Моризо, сваячницей Мане. Модель демонстрирует модный стиль с щелкой и черной шляпой, украшенной фиолетовыми цветами. Зеленый сад на заднем плане нарисована мазками кисти, похожими на стиль импрессионизма, но платье модели смело окрашено в черный цвет, чего нет в работе других художников-импрессионистов. Кроме того, его искусственное изображение женского тела легкими, почти прозрачными красками, оставляя видимые мазки, подчеркивает исключительное чувство формы Мане, а также пробуждает его современную и утонченную чувствительность. На этой картине, состоящей из контраста зеленого и черного, ярко выделяется белизна лица дамы и желтый цвет ее перчаток. Они подчеркиваются красным цветом ее губ и цветом маленьких красных цветов, выполненных на заднем плане с изысканным чувством равновесия, что в полной мере демонстрирует необыкновенные чувства цвета Мане. То, что Мане запечатлило в этой работе, можно назвать не просто портретом конкретной женщины, а самой женской красотой, олицетворяющей Париж. Вот такое описание нашел в интернете к работе Эдуарда Мане, она называется «Променад». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok